На встречу с главой Кубани Юлия Шарая приехала из Палавского района. Не жаловаться на судьбу, на работу местных властей, просит о помощи. Вопрос о жизни ее родной сестры. Четыре года назад девушка стала инвалидом первой группы. Ей всего 26. Ее главная мечта – жить как все. Для этого необходимо пройти длительный курс реабилитации. Все необходимая помощь, которая имеется в районе, больницы, администрации. Всегда все в меру оказывалось по первой просьбе. Но на данном этапе времени уже много уходит. Это те люди, которые не так инвалиды первой группы, но они воюют до сих пор. Их мужество, невзирая ни на что, они пытаются выжить. А мы делаем все, чтобы у них это не получилось. У меня иначе, я не могу это понять. Но дойти до губернатора с проблемой, которую, я уверен, в рамках края и вашей компетенции можно запросто решить. В ответ министр здравоохранения заверяет, что знает о трагедии этой семьи. И в ближайшие дни в первой краевой больнице запланировано обследование этой пациентки. После чего, поручает уже Вениамин Кондратьев, девушке должна быть оказана вся необходимая помощь. Она у нас находится под контролем. И мы таких пациентов не бросаем. Она будет завтра в краевой больнице. И мы будем определяться в дальнейшем, какая тактика будет. При том, что мы знаем направление, в котором идет, и направление реабилитационное. Среди записавшихся на прием Кондратьеву и жители Северского района Владимир Давыдов и Александр Кузин обращаются с просьбой от всех ветеранов станицы Новодмитриевской. Их беспокоит судьба мемориалов воинов Великой Отечественной. Прилегающий к нему участок в 20 соток сегодня в аренде у частной организации. Пока здесь ничего не строят и он пустует. Но измениться все может в любой момент, переживают местные жители. Этот же вопрос Вениамин Кондратьев задает главе района в режиме видеосвязи. По словам Адама Джарима, поводов для беспокойства пока нет. Строительные работы здесь не планируются, а стеллу никто убирать не будет. Однако руководитель региона считает, что нельзя пускать ситуацию на самотек. Участок рядом с мемориалом нужно обустроить и передать под муниципальные нужды. Подойдите с точки зрения реального хозяина. Потому что я считаю, что в 2006 году произошел определенный перекос. Но несоразмерно участок, который предоставлен под объектом недвижимости. Поручение вам даю. То есть максимально вернуть ту часть, которая площадь прилегает к этой стелле. И тогда, я думаю, и жители будут спокойны. И на самом деле мы восстановим тот изначальный ансамбль, который и был изначально, задумывался автором. Получив ответ лично от руководителя региона, мужчина теперь точно знает, куда пойдет, как только вернется домой. Мы сейчас поедем в нашу станицу, доложим ветеранам, что мы задачу их выполнили, их поручение. И обнадежим, что этот вопрос будет решен, и мемориал останется неприкосновенный. Боятся и краснодарцы, что строительная техника может зайти в небольшой сквер на Володарского. Сегодня территория там не ухожена, а сам он обнесен забором. Для наглядности горожане показывают Кондратьеву фотографии. Объяснение глава края просит у мэра Владимира Иванова. Тот, в свою очередь, поясняет. Участок собственности у частного лица. Сейчас через суд его пытаются вернуть муниципалитету. Пока же приняты все меры, чтобы сохранить зеленую зону. В декабре прошлого года приняли решение городской думы об отнесении этого участка к категории реквизиционных зон. Далее мы вносим изменения в генплан развития города, чтобы этот участок для цели строительства не мог быть предоставлен. Я со своей стороны беру эту ситуацию на свой личный контроль. Привести сквер в порядок и открыть его для жителей и гостей Краснодара местные власти обещают к 1 августа. После трехлетней борьбы за зеленую зону горожане едва сдерживают эмоции. Мелькнул лучик надежды, что наш вопрос все-таки решится положительно. Поднимали на приеме граждан и вопрос о ремонте дорог, благоустройстве детских площадок. Просили помочь с участком под большой дом для многодетной семьи. Всего же Вениамину Кондратьеву удалось рассмотреть 10 обращений. Решение найдено по каждому. Например, на Краснодарской улице Комарова по просьбе горожан установят остановку общественного транспорта. А вот жители хутора Трудобеликовского Красноармейского района смогут быстрее попасть к себе на работу в соседний Славинск-на-Кубани. По поручению Кондратьева здесь совсем скоро работу возобновит долгожданный 192-й автобусный маршрут. Мария Крошная, Денис Перец, Денис Маскаленко, Кубань-24, Краснодар.